Евгений Клюев Евгений Клюев При этом каждый герой нам знаком, потому что они вокруг нас, они везде. Лестничка, которая ведет наверх, пирожок ни с чем, поводок от собаки, сердечко вырезанное из картона. В мире Клюева каждый предмет имеет свою душу. И эти души, так же как и мы, люди, они живут, они находятся в поиске счастья, они стесняются, они сомневаются, думают, ищут. Они находятся в поиске смыслов и призваний. Именно этим мне и нравятся сказки Клюева. Сердечко, вырезанное из картона, очень хотело идти куда-то. Оно понимало, что живые, они куда-то идут, а похожие на живых, их где положишь, там они и лежат. Но оно не знало, куда идти, потому что оно говорило, я люблю всех. Куда мне идти, если я хочу идти сразу во все стороны? Вы оттого в замешательстве, что всех любить нельзя, объясняла ей одна собака. Любить можно только своего хозяина. Хорошо собаке, ведь у нее есть хозяин, который всегда ей указывал место. Любить можно только своего мужа, говорила ей одна птичка. И если у вас нет мужа, то этого не может быть. Точно так же и люди не могут принимать того в жизни, что в корне отличается от их мировоззрения. Такая же история произошла с героем по имени Пирожок Ни С Чем. Тогда ты вообще не пирожок! Взорвался пирожок с вареньем. И от взрыва этого из него вылетел в направлении шумевшего неподалеку леса остаток брусники. Правда, пирожок с вареньем ничего не заметил и продолжал верещать. Тогда вы вообще непонятно кто. Пирожок – это если с чем-то. А если ни с чем, то это просто какая-то плюшка или блин. Он с таким отвращением произнес плюшка или блин, что ватрушку с творогом буквально вывернул наизнанку. Отчего из нее тут же вылез весь творог сразу. «Жизнь сложна!» – закричала она изо всех сил. «И каждый должен определиться, кто он такой, с кем он и так далее». «Я сам по себе, я ни с кем!» Тихо, но твердо. Тут же и определился пирожок ни с чем. И совсем уже уверенно закончил. «Я ни с кем и ни с чем. И оставьте меня, пожалуйста, в покое». Никто не обязан быть пирожком с чем-то. Никто не обязан быть собакой с хозяином. И никто не обязан быть птичкой с мужем. Мир настолько велик и добр, что в нем хватит места всем. И даже, как сказал Евгений Клюев, сердечку, вырезанному из картона. Эти сказки невозможно рассказать за пять минут. Их нужно читать. Их нужно читать и перечитывать. И каждый раз, читая эти сказки, вы будете открывать что-то новое, глубокое и необыкновенно мудрое. Я советую читать Евгения Клюева своим детям. Потому что, когда вы будете читать эти сказки, вы будете расти сами. Просто цыпленок живет пустой жизнью, как у меня. Просто цыпленок блуждает во мгле безо всякой цели. Просто цыпленок не задумывается о том, для чего он цыпленок. А цыпленок для супа имеет цель в жизни. И эта цель – суп. Неплохо, начал было цыпленок для супа. Но тут его вынули из пакета и бросили в кастрюлю. Причем цыпленок для супа вел себя красиво и торжественно. Он высоко поднял правую ножку и, расправив могучие крылышки, медленно спланировал в холодную воду. Цель его жизни была достигнута. Евгений Клюев. Рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова